Эх, часик в радость и ферсладость, дорогие друзья и враги, дорогие дамы и господа, я вас приветствую, я надеюсь, вы соскучились по такому формату, и я вас поэтому сразу призываю ставить классы, потому что сегодня будет очень горячее видео, видео по делу, потому что сегодня мы с вами будем обсуждать, наверное, одну из самых ярких посредственностей на русском языке. Язычном русскоговорящем YouTube, это Дашенька, Дашенька Каплан, да, если вы не знаете, кто это, то лучше и не знайте, я просто выскажусь, это даже не совсем о ней будет ролик, а просто, что называется, feel the difference, почувствуйте разницу. И недавно Дашенька, она, кто не знает, женщина Юлика, естественно, она исключительно сама стала популярной, только сама, как и многие, 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 но в отличие от других, ну, давайте вспомним, вот, допустим, там, Ксюша Санун, которая была тян Мэдисона. Давайте по-честному, она интересная, она, можно даже сказать, харизматичная, и, ну, у нее есть какая-то своя собственная аудитория, да, понятно, что благодаря Мэдисону, и так бы просто, и никто бы не узнал, но, тем не менее, в ней что-то есть. Или там какая-то вот Оляша какая-то, стримиша, да, то есть она самая, яркая и интересная, ну, в общем, людей как-то она сама приятная, в общем, она с этим, с кем там, с этим, у нас Дом-2 сегодня, Дом-2, обсуждаем, перетираем кости, сплетни, скандалы, интриги, расследования, но, тем не менее, тут же, это, это какая-то тотальная, какая-то, ну, 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 это, это есть картина Верещагина, апофеоз войны, А тут апофеоз бездарности, апофеоз бездарности, и культа тупости, культа серости, культа примитивности, и культа вот этой какой-то обыденности, культа интеллектуального банкротства. Вообще ни о чем, о чем, почему, почему ее смотрят, а не меня? Ну, мне уже, я предвосхитил ваш тейк о том, что, Кихон, да ты просто завидуешь, блин, да естественно, потому что, ну, ладно, вот кто-нибудь, ну, кого вспомнил, ну, тот же там старик, там, Мэдисон, он интересный, он харизматичный, ну, не знаю, как он, как мужчина, красивый или не очень, я в этом не разбираюсь, Ну, я сейчас, по крайней мере, сделаю вид, ну, типа, ну, неважно, если вы оценили шутку, вот, но он яркий персонаж, ну, по крайней мере, там, был или не суть, ну, вы поняли, о чем я хочу сказать. Это же просто такая серая посредственность, ну, о чем, о чем, о чем? И Дашенька выпустила ролик, ну, естественно, ролик, клип, значит, песню, песню о своем бывшем, о своем бывшем. Ну, сейчас, сейчас же у нее есть мужчина, о котором мечтают, наверное, миллионы, как батья Панамат говорит, батью знают миллионы, ны-ны-ны-ны, батью знают миллиарды, ды-ды-ды-ды. Наверное же, куча 13-летних девочек, осуждаем, вздыхает по этому юлику и хотят быть, так сказать, ну, в общем, неважно, хотят быть. И она выпускает ролик, поговаривает, не знаю, сам это правда или нет, якобы она взяла полтора миллиона рублей у этого юлика и сняла видеоклип, видеоклип на песню замечательную и замечательный исполнил. Я думал, что я не умею петь, я думал, что у меня какие-то проблемы. Бабасим мне говорит, что ты не умеешь петь. Нет, я умею петь, нет, я умею сочинять песни, потому что в песне давайте обмажемся говном моего исполнения, зайдите ко мне на страничку ВКонтакте, можете послушать, там мои песни, вот новый альбом у нас вышел в январе месяце. Там экзистенциального смысла больше, чем во всей школьной программе. То есть там все написано, от, от и до. А тут что мы увидели за полторы тысячи рублей? Ой, за полтора миллиона рублей что? Это же несколько квартир в Донецке. Вот. О чем все это? И я не могу, ладно, хорошо. Мне просто срак урвет по этому поводу. Дашенька, объясни, если у тебя есть мужчина, по которому вздыхают миллионы и миллиарды, то почему песня о бывшем? То есть у тебя есть мужчина, которому вздыхают миллионы, и песня о бывшем. Мужчина о бывшем, мужчина о бывшем. А может быть, ты просто не любишь своего мужчину, нынешнего, настоящего. Может быть, ты вздыхаешь по-бывшему. Может быть, вот такой икон, разумист. Не по годам глаз-то алмаз, ничего не скроешь. Ну, на самом деле, все очень просто. Есть такая страта женщин. На самом деле, я не знаю, если вы замечали, то ставьте класс. Ой, которые, знаете ли, вот она когда-то в 14 лет полюбила навсегда. И вот она по этому Ванечке по Ерохину угорала и прочее. Он ее даже, внимание, даже не догадывался о ней. У нее в голове отложилось, что вот, Ваня, я буду ждать тебя всегда. Да, и вот у нее. And I will always love you. Блин, кстати. Блин, Доли Партон, это же, ну, просто вот, просто замечательная женщина. Какая же она? Ну, это просто вот. Ладно, неважно. Хорошо. Да, I will always love you. И бывают такие, бывают, которые у нее уже с другим, она там с кем-нибудь, там со Славой Сычевым. Все, она уже и свадьбу сыграла, и родила троих детей. Но внутри она все равно ждет. Она все равно ждет Ваню Ерохина. И внутри нее играет. And I will always love you. Ну, вот это все, я вам это гарантирую. Я знаю, два таких случая, два. Когда, ну, в основном, почему-то эти Ваня Ерохина в тюрьмах сидели, и потом они приходили, а вот это, значит, ну, назовем, как ее там, допустим, Стэйси Свиноматкина. Хм, смешно же. Растут бананы высоко, достать бананы нелегко. Если что, я, ребята, не выпил и не укололся. Хорошо? Вот, да. Просто вот настроение такое сегодня странное. Вууу! Да, да, не удивляйтесь. И вот эта Стэйси Свиноматкина, она, значит, убегала, вот, все от своих... О, мать звонит, сто пудов, мать звонит. Убегала от своих троих детей, от мужа. А потом почему-то вот те самые Ваня Ерохины, которые откидывали сезон, они, ну, как полагается, украл-выпил в тюрьму, значит, обворовывали или сбивали вот эту Стэйси Свиноматкину. И она убегала обратно к своему Славке Сычеву. И все, он принимал, естественно, как послушный кукол. Вот! Тут я не могу понять. Ну, я не могу понять, но... Не-не-не. Ой. Ну, в общем, бабуля, наверное, слушает старый добрый британский ой. Вот. Ой-ой-ой! Кокни Райджик. Ну, неважно. Так, о чем это я? Блин, что-то мы покосимом вздохи какие-то. Не, видимо, связь прервалась. Но не суть. И, собственно, и все на этом заканчивалось. То есть, он опять возвращался в тюрьму, этот Ваня Ирохин, и все. Мне кажется, тут точно такая же ситуация. Но почему? Почему именно эта тема? Почему не про глобальное потепление? Почему не про коронавирус? Почему еще, я не знаю, про... Ну, ладно, не буду об этом говорить. Почему про бывшего? Да потому что пусть джуси по бывшему хы. Я такая, я такая. Еще раз говорю, что я не выпил и не укололся хорошо. Так вот. Еще хотелось бы обсудить такой момент, что Дашенька, Дашенька, замечательно. Она, значит, вот есть тоже стратосрез таких девочек. Она из хорошей семьи. И я как-то помню, мы на стриме смотрели, естественно, за деньги, потому что просто так я бы никогда не смотрел, значит, ролик про нарциссическую мать. Я-то, я вообще не в курсе, кто это был. Ну, я имею в виду, кто такая-то Дашу. Я первый раз посмотрел. Я когда, ну, вот только, значит, мы собирались смотреть, я думал, там что-то будет интересно. Уровня ролика вот про креветку, например. Кто не в курсе, что за ролик про креветку, зайдите в описание к ролику и там перейдите по ссылке и посмотрите. Вот. Я думал, что там, ну, что-нибудь на таком же уровне. Потому что там, я смотрю, миллион с чем-то просмотров. Ну, значит, ну, что-то в этом есть. Значит, люди, люди же не дураки, правда? Нет. Начали бы смотреть. Вот, Алексей Щедринский из Бордичева уже, значит, он не выдержал, пошел там порчу наводить на того, кто донатил на это видео. Но, собственно, я-то сам чуть не помер после этого. Это вообще ни о чем. Мы смотрели на перемотки два. На скорости два. 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 Ву. Блин, у меня аж судорога сходила. То есть я-то думал, что там проблема уровня. Значит, вот однажды просыпаюсь я в школу в 2001 году. Значит, а у отчима, назовем его Олег, плохое настроение. Вот. И что-то ты там тупанул где-то или что-то там где-то задержался в парашиле в ванной. У него крышу срывает. Вот. И потому что, видимо, он с похмелья еще не отошел. Водочка-то выметрилась. Вот. А еще здоровье не поправил. И он отрывает от, как он называется там, от табуретки ножку. И начинает тебе по ножкам. Начинает, начинает, начинает. А потому что, Коль, на физре ты переодеваешься, а тебя спрашивают. Юзернейм Кун, а почему это у тебя все ноги в полосах? Почему ты полосатый? Ты что, енот? Вот. Нет. И Дашенька, я уверен, что она не продавала свои булки за пол булки хлеба, как это было с, вы понимаете, с креветчиком. Зайдите в описание, обязательно посмотрите. Я думаю, Дашенька, она не ходила, я не знаю, в минус 30 срать на морозе где-нибудь в Сибири. Думаю, вряд ли она в этой же Сибири ходила в душ через весь двор мыться, потом с мокрой головой возвращалась обратно и болела 6 раз в год воспалением легких, например. Я думаю, вряд ли она из нормальной семьи обеспеченной. Все, просто свою шизу, она аккумулирует вот на этом своем канальчике. И она стала популярной, понятным причиной, не открывая тут никаких Америк. Америку исключительно потому, что она завела правильные знакомства, сексуальные и не только. Потому что люди в большинстве своем идиоты, они не будут искать там какой-нибудь пророк санбоя где-нибудь на дне интернета, меня и прочее, потому что это все скучно, душно, непонятно и прочее. Они найдут Дашеньку Каплан. Почему? Потому что вот есть Юлик, он в топах, он модный. И как только Юлик уйдет из топов, как только СММщики перестанут длить ему трафик. Кстати, против него ничего не имею. В своем, значит, секторе ЦОЯ, в своей области он очень даже неплох. Вот. Вот как только он уйдет из топов, все, сразу закончится лафа, сразу просмотры уйдут и все остальное. Но, поверьте, ну просто вот у людей так все это работает. Потому что, ну, весь этот контент рассчитан, приходит какой-нибудь биокарлик раб-системы там с работы, с учебы, что посмотреть не напрягаясь. Вот зашел он там, посмотрел, Юлика там обзор, беременна в 16, все отлично, поел и пошел дальше заниматься своими делами, делами НПС. Вот. И все. Тут нет ничего криминального. Ну, потому что, опять же, вот Хикан возмущается. Помните, я на стримах, ну, кто был, помнит. Я возмущался. Блин, вот почему это дерьмище смотрят, а Хикана нет. А дерьмище Хикана не смотрит. А мне правильный человек, значит, подсказал. Говорит, Хикан, ну неужели ты думаешь, что человек со здоровой психикой будет тебя смотреть? Ведь он прав. Это ведь правда. Он. Просто обычным нормисам, обычным биокарликам-рабам системы, ну, нравится смотреть на таких же биокарликов-рабов. Тем более каких-то модных, которые в трендах, в топах. Ну, еще раз говорю, как только весь этот хайп уйдет, то они их моментально забудут. Вон, вспомним нашего друга Нефедова. Привет, Андрей. Вот. Ну, не суть. Так вот, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, о чем я хотел сказать. Да, то, что Дашенька, она и, собственно, Егоре-то по-хорошему, ну, вы понимаете, не особо нахлебнула. Но из моих предыдущих пассажей, я думаю, вы понимаете, о чем я говорил. Вот. И еще, да, ее постоянно там подъебывают по поводу лишнего веса и все дела. И, значит, я помню, где-то, тоже смотрели какой-то видос на стриме, и она говорила, что вот, я там что-то пошла, позанималась в зал, чуть ли там не месяц или еще сколько. А потом что-то вот мне как-то тяжело стало, я забил. Естественно. Я-то сам, ну, вы же знаете, Хикан у нас, так сказать, дюймовочка. Вот. Сам-то Алексей Марадонович Центнер. Причем Центнер – это не ближневосточная фамилия, а факт, к сожалению. Вот. Я-то сам понимаю, что я и сам не Пушинка, так сказать. Хы-ы-ы, кто ж там пишет-то, е-мая. А, ну да. Это что ж такое-то, а? Ладно. Вот. И я же не скрываю, то есть, меня зрители спрашивают, Хикан, ты там что-то набрал на массе. Я говорю, да не на массе, а просто жирный. Вот. Почему, спрашивают? Ну, потому что, наверное, съел много сладких булочек, кофейка выпил. Я же говорю вам, там, берите сладкие булочки, кофеек. Ну, наверное, я с ними переборщил. Ну, вот кто там в стриме смотрит, там, может, пряников поел каких-то. Я же, я же не говорю, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Это я когда спал, мне Барак Обама вколол жира, и Дональд Трамп держал ноги, например. Или там живот, или еще что-то. Но у нее, ну, тоже такие отмазки уровня, уровня бы нет. Ты набираешь вес, потому что у тебя идет не дефицит, а профицит калорий, и ты не двигаешься. Все, чтобы похудеть, очень простой способ. Только тсссс. Мне же не лент собачку печенье, откажись от формальной логии. Стэфф-класс, если помнишь откуда. Ну, я думаю, вы вряд ли это вообще помните. Если помните, отпишите в комментариях. Так вот, собственно О чем это? Чтобы похудеть, необходим дефицит калорий И физическая активность Хотя бы минимальная Ты должен пройти 2 морских мили в день Это рекомендации Всемирной организации здравоохранения Ну а видите Я думаю, Дашка на интуитивном питании С редбулами Ей как-то, ну, наверное, интуиция у нее Так себе подхрамывает Подхрамывает, прихрамывает Вот, и собственно А с чего такие веса набираются? Сейчас посмотрим, сколько я там уже вам рассказываю Разумизм, так сказать, в голову лью Сейчас уже заканчивать будем Вот Сейчас, сейчас расскажу Я это наблюдал еще со школьных времен Как это происходит? Как этот вес набирается? Очень просто Когда ты немытый и нищий Как большинство окружающих тебя То у тебя как-то и денег не особо нет Ну, на какие-то изыски На какие-то сладости Почему Там в совке или в 90-е Помните, мы еще там старые-старые Видос записывали там про день рождения и прочее И мы вот еще с парнями тут обсуждали Почему все ждали так Новый год Или ну какие-нибудь праздники Да потому что пожрать можно было только на праздники Ну имеется в виду там какой-то салат Там тортик какой-то и прочее А вот такие как Дашенька Это все каждый день То есть помните песню Буги-вуги Каждый день И самое главное Что такие как Дашенька Вот почему-то, я не знаю Есть такая стереотипизация Что в основном Да даже видно, что они из хороших Из приличных семей Но зачастую Почему-то у них вот нет этой корреляции Они вроде как И может и интеллект у них ничего И в финансовом соотношении все хорошо Ну они бывают зачастую Фейсом от тейбл Ну зачастую Ну блять Ну бывает такой Неликвид Вот Но хотя про Дашеньку это нельзя сказать Вот О чем это я Значит Да И Родители Их воспитывают в таких семьях Зачастую как принцесс То есть ты самое главное Кругом дешевки-шавки-швали Вот А ты у нас принцесса Ты у нас самое главное Почему? А вот просто потому Вот И собственно Естественно У таких подруг ЧСВ Всегда выше крыши И Они Естественно Они не будут там Любить Славу Сычеву Они всегда хотят вот Этого Чеда Всегда Ванечку Ерохина Все Вот пожалуйста Ну Ванечка Ерохин Так как мы уже выяснили сегодня Он с этой Стесси Свиноматкиной Всегда там тусует И прочее Вот И Ну а что остается Они не хотят быть со славой Сычем А Чеда уже все Они ушли Они ушли Ой Это не надо Вот Так вот Значит Вот такая Назовем ее Дашенька У нее есть Финансовое положение Абсолютно Неплохое У нее есть Не так как У нас было Немытые нищие На карманные расходы Мы зарабатывали Только вармстом металла Или же Горбатец на стройке Зарабатывая Блин Грыжи Например Ой Ладно Потом как-нибудь Я вам в принципе Рассказывал об этом Но не суть Вот И собственно Они заходят Там какой-то там В какой-нибудь типа Азбуки Вкуса Там набирают Ну или дома У них там все это есть Хрючево Сладенькое И прочее Там мороженое И киткаты И все остальное Они сидят У ноутбука Либо же У компьютера Там планшета Неважно чего Сейчас вот Может быть В телефоне Смотрят тикток И наворачивают И наворачивают Это хрючево Наворачивают Так нажирают Себек и лаком А потом А как же так получилось А Ну как же это получается Умер сам И качается Мое любимое выражение А кто это сделал Как же так получилось Почему Ванечка Ирохин На меня не обращает внимания Вот И Я не знаю как сейчас Но раньше Почему-то Когда они смотрели сериальчики Они Особо котировали Британских актеров И говорили Вот Наши-то Страшные мужики Фу Мерзость Гадость Подлость Будьте вы прокляты Вот А вот Этот самый Камбербэтч Назовите Скажите Как зовут этого чувака Да Помните как этот мем Вот он Ой Ой Вот я бы с ним Да я бы О господи Как вспомни Ну прямо 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 Таки смешно Ну ты Ты на улицу Когда-нибудь выходила Вот я недавно вышел На улицу В Погодку такую Знаете ли Слякотную У меня кроссовок По щиколотку Провалился В грязь Я думаю Вот бы сейчас Британским актером Так сказать Может быть Детей от него Родил бы здесь Естественно Он был Такой же Счастливый Поэтому Будем заканчивать Ребята Проблемы эти Высосаны из пальца Это переоценено Это 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 Просто Серая Бездарность Ребята Ставьте классы Подписывайтесь на канал Заказывайте рекламу Сигна Если вам есть Что сказать Оставляйте Свои комментарии Все прочитаю Вот И не будьте Посредственностью Как я уже сказал И кукол Потому что Ну это Это какой-то Это просто ужас Берегите себя И храните нас всех Господь Наш сварок Обнял вас Дорогие мои друзья И поцелал Естественно По-нашему По-мужицки Гетеросексуально До новых встреч Вы подписывайтесь На канал И рассказывайте Своим друзьям Может кто-то Увидит И слушайте Мои песни Потому что У меня там Намного лучше И интереснее И вообще Замечательно Все До новых встреч Всем пока Отбой Глуши моторы Аминь